Матрёна, нет ли у нас тут где-нибудь далеко в дрожжей какой-нибудь, дешевенькой? А вам про что спрашивают? Об жизни, об счастье, обо всем. Есть тут одна. А про пажу, гадает. У гоголевских героев Бальзаминовых был кризис. Ни денег, ни невесты богатые. Куда обратиться? Конечно, к ворожее. В 21 веке история повторяется. Эпидемия, кризис и, как следствие, повышенный спрос на ворожбу, лечение травм и гадания, депутат Государственной Думы Виктор Зубарев решил положить этому конец и предложил ввести контроль за народной медициной. Другие законотворцы его поддержали. Целители еще хуже, чем гомеопаты. Это еще более вредные жуки, поскольку целители вообще не пользуются никаким образом, хотя бы псевдонаучным для того, чтобы лечить вас. Сейчас они делают то, что называется шарлатанство. Они зарабатывают деньги. В общем, единственный рецепт, как нужно обходиться с целителями, их к чертям собачьим гнать подальше, запрещать. Для того, чтобы разобраться, почему люди врачам с дипломами часто предпочитают лекарей и целителей, я отправилась на шаманский обряд и даже приняла в нем участие. Каждого, кто пришел на обряд, шаманы обстукивают для гармонизации внутреннего состояния. Прям чувствую гармонию. Завтра буду спокойная, уравновешенная. И тут надо пояснить, куда же я попала. Обряд проходил в языческом капище. Его воссоздали в деревне Суранда в 2011 году. И все, что происходит, не инсценировка. Карабуру, что значит черный волк, входит в транс и общается с духами. Ей помогает Акчелан, белая змея. Карабуру – религиозный деятель. Она заместитель Верховного шамана России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Шаманская организация зарегистрирована в Министерстве юстиции, имеет все необходимые документы, но от инициативы депутатов не в восторге. Мы попали под горячую руку. Пока уже начинаем попадать, конечно, очень много мошенников. И мне бы не хотелось, чтобы на нас это как-то тоже отразилось. Потому что, ну если сейчас начнут все это закрывать, то куда же деваться настоящим шаманам? У нас у всех есть устав. Мы вот строго по нему работаем. И не хочется, чтобы все были под одну гребенку. Шаманы признаются, что и сами, бывает, сталкиваются с мошенниками, которые выдают себя за потомственных последователей шаманизма и часто наносят людям вред. Нам уже шаманам не верят люди, которые обращаются через интернет, подлечиться или еще что-то, какие-то семейные проблемы с людьми обращаются. Они говорят, мы вот уже ходили, с нас очень много денег взяли, и нам ничего не помогло. Шаман избран духами. За свою работу он не должен брать деньги. Он не должен кричать о своем даре, рекламировать себя. У шаманов есть своя организация, устав. Но если полистать интернет, то такое впечатление, что каждый второй у нас целитель, шаман и экстрасенс. Только обратись, и тебя вылечат, сделают богатым и счастливым. А в соцсетях напротив плача жалобы тех, кто потратил кучу денег на целителей, а результата не получил. Я хотел бы провести аналогию о том, что это уже не первый период, когда мы переживаем так называемые смутные времена. Такой же период был в 90-х годах, когда люди активно лечились по телевизору, Кашпировский, Чумак и прочие. И экстрасенсы были очень популярны. Все это связано с тем, что человек не находит подтверждения и помощи в официальных кругах и начинает искать что-то свое. Тем более, в период эпидемии медицинская помощь была менее доступна, чем в обычное время. На мой взгляд, контролировать народную медицину государству будет сложно. А потому, чтобы не попасться на удочку мошенников, помните, что настоящие целители денег не просят и услуги не навязывают. Продолжение следует...